Денера 21 века Денера 21 века Денера 21 века итальянских песен, и мы все увидели, что это надо петь очень хорошими голосами. И вот наш проект, он как раз популяризирует такую популярную классику. Ну, плюс дуэты, повороте с многочисленными попами. Да, 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 его вот эти потрясающие совершенно вечера, повороте и друзья, уникальные совершенно. Вот наши солисты, которые собраны из разных театров Москвы и Европы, мы все тоже стремимся петь то, что нам хочется, то, что нам никогда не удается спеть в наших театрах. Это самое главное, потому что удовольствие, которое получают публики, это и наше удовольствие тоже. Ну, класс. А почему произошел этот бум? Вот что стало переломным моментом, мы уже поняли, вы только что об этом сказали. Но почему это произошло так? Ведь просто три тенора выступают на футбольном матче. Всем приятно, но чтобы сразу после этого большое количество людей... Все-таки не просто три тенора, а три великих медийных персоны, которые вышли на стадион, и опера стала доступна. Тем более, опера и спортсоединение совершенно фантастическое. А вспомните дуэт Монсеррат Кабалье и Фредди Меркури. Это тоже уникальное событие. Мы вспомним, что гимн Лиги чемпионов поет Йонас Кауфман. То есть это правильно. Вот так должно быть всегда. Потому что те люди, которые приходят только в оперный театр, им действительно кажется, что опера – это застегнутая на все пуговицы искусства. А на самом деле это, по-моему, очень доступная штука. А кто приходит на эти выступления? На наши выступления сейчас приходит, мне что очень нравится, приходит очень много молодежи. И более того, мы делаем для такой публики совершенно различные программы. И я думаю, что часть программы в Израиле будет тоже такой. Потому что такие песни, как «Ту во фал Американо», «Луна», «Каруза» – они популярны везде. И на концертах в каких-то других городах и странах мы даже иногда говорим, ребята, не беспокойся, вы можете даже вплоть до танцпола устраивать. То есть делайте все, что хотите на наших концертах, потому что вы пришли получать от этого удовольствие. Мы абсолютно демократичны, открыты. Ну и готовим, конечно, несколько сюрпризов в программе. Класс. Но этому проекту Тинора 21 века ему уже 10 лет. Мы сами не заметили, как пролетело это время. Когда-то, сидя на кухне у одного из солистов, мы решили пуститься в самостоятельное плавание, сделать несколько концертов. А потом, когда это разрослось до более сотни концертов в год, когда это стало постоянной работой помимо выступлений в театрах, мы поняли, что это очень серьезная история, в которую надо вживаться, с которой надо существовать вместе, иногда влияя на отношения наши дома, с близкими и так далее. Но это очень большой пласт нашей жизни. В 2006, 2007, 2008, ну не знаю, там до 2012, все это выглядело иначе? Ну, все это выглядело, как ребята пришли помузицировать. Но уже вот прорыв был в 2009 году, когда мы выступили с тремя концертами в Венском зале Штатхалли, когда мы поняли, что надо выступать только с живыми симфоническими оркестрами. Это превратилось в некое такое классическое шоу с участием и балетной труппы, и когда непосредственно музыканты оркестра – это высокого уровня профессионалы, когда за пультом стоит потрясающий дирижер, все это играет на успех такого концерта. Я сейчас буквально из пресс-релиза вычитал кусочек. Каждый тенор – это всегда яркая творческая индивидуальность. Артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство. А их в проекте много, и все на одной сцене. Так еще много и поделаются. Да, да, вы правы абсолютно. Это моя задача уже как руководителя и продюсера – всех примирить, всех подружить. Но мы все понимаем, что мы работаем на общее дело. Если кто-то нездоров, другой сберет за него часть его трудных фрагментов из того или иного произведения. Мы все понимаем, что мы как одна такая спаянная команда. С другой стороны, мною абсолютно поддерживается соревнование между артистами, и каждый, кто выходит после предыдущего, он хочет быть лучше. Это абсолютно нормально, это правильно. И публика имеет возможность выбрать своего фаворита по тем или иным причинам. Кому-то нравится внешность, кому-то нравится тембр голоса, кому-то исполнительская манера. И вот тут получается, что потом идут обсуждения. Я считаю безусловным фаворитом Максима Пастера. Я Александра Захарова, я Георгий Фарадов. Это здорово. Это вот на мой взгляд, это очень здорово. Класс. Я знаю, что вы футбольный болельщик. И сейчас идет чемпионат Европы по футболу. Как можно отвлекаться от чемпионата Европы? Я не просто болельщик. Я когда-то играл профессионально, даже стоял в воротах мини-футбольного чемпионата России. И, конечно, это идет с 1974 года. Футбол идет по жизни вместе со мной. Я не пропускаю ни одного матча. Конечно, что-то приходится смотреть в записи. Но я очень доволен ходом чемпионата Европы. Надеюсь, что победит сильнейший. Я даже надеюсь на Францию в этом году. Да? Сейчас Исландия-Франция. То есть Франция должна победить? Ну, Исландцы, по-моему, своего потолка достигли. Хотя потрясающая команда. Вот знаете, Исландцы – это тенора 21 века в футболе. Потому что они делают все искренне. Они летят просто к своей публике. Вот то, что их общение с теми людьми, которые приходят на стадион. Вот это целое шоу. Уникальная команда. Я понимаю, почему они выбили из отборочного турнира моих любимых голландцев. Потому что вот они такие. Они искренние. Они яркие и интересные. Поэтому это здорово. Но если у футболистов есть конкретная цель – стать чемпионами, то у теноров 21 века какая цель? У теноров 21 века, наверное, все-таки цель – стать доступными для людей везде, где мы выступаем. И более того, одним из вот таких подарков, который мы в каждой стране, куда мы приезжаем, делаем, это песня на языке той страны, в которую мы приехали. И вот специально для этих гастролей. Вот вчера буквально пришел сингл с песней «Там у стены плача», которую специально написал для этих гастролей композитор Вадим Ховизон. На мой взгляд, очень красивая мелодичная песня. Я надеюсь, что через какое-то время она в Израиле хитом станет. Ну, чего вам и желаю. Дмитрий Сибирцев, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.